Наиболее напряженная ситуация в зоне АТО на Донецком направлении. Возле поселка Зайцево ночью боевики обстреляли позиции военных из противотанкового гранатомета и пулеметов. Двое бойцов были ранены, а днем противник ударил из пехотного вооружения по защитникам Авдеевки. Несмотря на обстрелы, сегодня в городе прошла акция. В небо на гелевых шарах запустили огромный флаг Украины. Все подробности расскажет Руслан Смещук. Окраина Авдеевки. 100 килограммов жиженного гелия, десятки шаров, флаг длиной 20 метров и шириной 6. Пошитые патриотами из оккупации, которые специально для этого приехали на подконтрольные территории. Они проявили уважение к родине пошили, а мы проявим уважение. Отправим его обратно на родину тем, кто его пошил. Я сама закупила на территории. Для нас, мабуть, все кольоры найдорожче, потому что на линии земли так не відчуваешь рідность их. Поэтому я хочу, чтобы мои земляки, какие там, какие патриоты, чтобы они также знали, что про них не забыли, и что все равно все будет Украина. Некоторые скрывают от камер лица, но не скрывают слез. Я тут, 70 километров от села Мидии. Я уже два года тут, в Краматольску. А там остались мои родители, мои друзья, те, которые не зрадили родной земле. После более часа подготовки, все это время находящаяся рядом Авдеевская промзона и шахта Бутовка гремят обстрелами, конструкция готова. Но организаторы несколько не рассчитали, и поэтому тяговой силы не хватает. Пока все думают, как снять флаг, к делу подключаются ранее молча наблюдающие за всем жителям Авдеевки. Азарт запуска, похоже, захватывает и их. Уже во дворе флаг ловят и опускают на землю. После все шары с гилием перевязывают на другую часть флага, идут на новое место. И вот он, второй запуск. Бросили, бросили, бросили. Давай позируй, родненький. Из-за ветра флаг полетел не в Донецк, а в сторону оккупированной Горловки. Впрочем, похоже, никто из присутствующих об этом не сожалеет. Руслан Смещук, Владимир Ивун и Евгений Малярчук. Подробности телеканал Интер.